итак мои дорогие друзья всех приветствую с вами снова яна тела немного о красоте в субботу вы даже не представляете сейчас 6 часов 30 минут 6 часов 30 минут я привела себя в порядок пока не жарко но потому что надо будет кое-куда уехать потом приехать но мне все-таки хочется уже походить немножечко без горки хотя очень жарко я очень сомневаюсь что я ее не сделаю ну так как я сделала недавно коррекцию волос девочки вы знаете хочу чтобы посмотрели как не ее сделали также я покрасилась маской обвести внимание на мои волосы мне кажется все аккуратно все достойно хорошая длина маска ванильное небо я вчера показывала вот так же я надо было отдохнуть когда ты отдыхаешь тоже когда ты отдыхаешь не есть хорошо я сегодня утром сделала себе маску не ничего не мудрила а чтобы было быстро никакого жарко никакого яйца и какого крахмала необходимо что сейчас такую жару питать питать лицо чтобы она была напитана вот прямо вот идете прям на лицо в водичку мицеллярку или просто воду чтобы кожа была напитана влагой было очень конечно тяжело в общем освежила я себя вот такой вот масочкой цитрусом цитрусом очень и очень даже хорошо ну может вы наверное видите хоть несмотря на всю эту жару я немного даже посвежала обратите внимание посвежила подкрасила глаза с губами никак не могу не могу ничего решить вот девочки не могу ничего решить с губами понимаете делаю их незаметными увеличиваю двумя карандашами оттеняю беленьким или розовеньким но я люблю яркие губы а понимаете как что-то вида на меня находит накрашу ярко для меня это уже нету понимаете совершенно нету ну короче обратите внимание кстати девочки на мою красивого цвета кофточку все вам покажу все как она красивенькая симпатичная правда максимально легкая максимально тут все открыто ничего лишнего ничего не вызывающего как у женщины в принципе должно быть вот у меня встреча но не деловая мы суточка то в одну месяц должны будем съездить и думаю за рулем тем более стирается раз вывесила вывесила у меня когда-то такого плана уже было как вы понимаете я ее купила недавно совершенно недавно так и знаете какую себе кофточку спортивную купила девчонки просто про сейчас покажу просто обалденная вот сейчас похолодает вот сейчас будет сентябрь октябрь у меня есть спортивный костюм красивый такие красивые у меня сера серого цвета правда у меня брюки посмотрите какую я классно купила себе спортивную девочки посмотри какая симпатичная обратите внимание набью посмотрите на вот эти вот рукава ничего не затерта вы понимаете да где я купила прелесть от брючки сентябрь октябрь уже как же мне жарко ну крючка померила у нее есть белый спортивный костюм лишь понимаете естественно естественно да естественно хотела я вчера я заезжала секонд-хенд показываю хотела что какую-то примерочку сделай девочки жду жду осени чтоб что-то было потому что но такое все но такое все какие-то майки какие-то трусы растянуты какие-то лифчики какие-то несуразные платья но совершенно ничего нет хотя вы знаете я никогда ничего не стеснялась и когда было несуразно тоже вам показывала и вы все улыбались и было настроение хорошее сексе у девчонки как плохо что нету нету морей не очень понравилась эта кофточка потом и нами на меня и и увидите с открытым таким вот бюстиком прямо очень откровенная там декольте очень откровенная но мне нравится когда можно раз и поправить и только раз и закрывает хочешь и так и делаешь хочешь открываешь все для женщины все для женщины маяк полно дома носить а вот такую штуку это в свет секси нет девочки вот эти вот маски вот это вот линейки я даже вам очень советую вот улитку советую тоже масочку я сегодня проснулась я делала цитрус это уже начато это это одноразовая я уже одну использовала просто хочу вам показывать хочу вам показать водные процедуры провела умылась и думаю пойду сделала себе кофе сделала себе маску полежала послушала гороскоп питает как раз летом очень очень хорошо посмотрите это линейка простор его где угодно можно купить также корейская вот это вот корейскими как-то не очень как-то не очень я конечно пользуюсь вот потому что сейчас делать маски вот эти вот понимаете трат травмировать кожу вот этими вот это вот мукой пшеничной овсяная вот это вот все это очень травмирующие факторы потому что девочки вы знаете да что 40 градусов наверно вчера на солнце вообще был эпогей на 50 или 60 но очень жарко я даже вам хочу сказать что даже не открывала бассейн и в него не ходила потому что я позавчера пошла когда мы с удочкой отдыхали у меня моментально моментально сгорела поясница я прям прям про прям насколько я загоревшая смогла и мне было больно думаю сколько же можно загорать хотя я целенаправленно так вот не хожу и солнце не ловлю потому что ежики ты работаю на 2 2 дворе и на огороде ну короче так вот я выгляжу вот такая вот у меня сегодня субботняя причесочка я знаю что вам многим нравится нравится когда волосы собраны ну хочется я вообще люблю я всегда за длинные волосы я за челки за длинные волосы я за за косметику на лице раньше она мне можно было видеть намного больше косметики и как-то от этого отошла знаете оно как-то само собой все приходит само собой все приходит с возрастом с опытом кому позже кому раньше кто вообще не любит косметика пользоваться сейчас вообще такая тенденция девочки надевают ресницы делают татуаж бровей и больше ни грамма косметики ну губы наколят себе ходят увлажняют их и вы не увидите ни румян ни теней как у меня ничего вы не увидите с ресницами ходят и все люди упрощают себе жизнь как могут бесконечно пью холодное ну бесконечно понимаете бесконечно мне многие пишут нателла бросай курить прокуренный голос девочки я пью много холодного понимаете много холодного курение курением понимаете а холодное есть холодное так что как-то так приятное правда ванильное небо такой цвет пропал этот перигидроль и то я не я крашу пшеницей это вот за лето вот так вот выгорает волосы конечно лилечка постаралась хорошая такая девочка и тоже двое деток и к ней люди идут у нее запись так не не попадешь и детки уже знают она пока она пока принимает дома потому что у нее был офис но во время войны сейчас это проблематично финансово проблематично ну чтоб понимали почему потому что всем так знаете сейчас очень много людей принимает темно как-то принимает на дому очень много людей ну может быть конечно намного ой боже мой ну как же ж ты задолбал уже я очень довольна мне уютно мне приятно не у всех так дома приятно и удобно как вот там где я делаю волосы может потому что приходишь на очень длительный срок с утра и до вечера а вот маникюр все таки ресницы я все таки предпочитаю в последнее время делать уже не на дому а в салонах парикмахерских там где есть кондиционеры там где есть приятные запахи там где тебе предложат кофе или чай за два часа работы там где с тобой не ведут лишние диалоги вот как-то так а вот к этим девочкам прихожу домой так привыкаю ну так привыкла к ним я иду к себе как домой понимаете извините что может я повторяюсь я просто не могу нахвалиться вот есть же такие да люди которые так до души ну вот так приходишь они тебя принимают как должное ты пришла ты ворвалась в их жизнь в их дом и ты ходишь сидишь пользуешься санузлом захотела попросила кофе чай даже если сильно голодна потому что за 6 за 7 часов работы если я с собой не взяла бутерброд даже если взяла тебе обязательно на корм отсунут какую-то колбаску с сыром чтоб ты сидела спокойно не дергала не дергала башкой очень так знаете хорошо ну ладно я как всегда как затяну как затяну да как занудю вы мне делаете замечания я это все понимаю ну простите простите и постоянно трогаю волосы не могу с собой налюбоваться и пятое десятое значит заранее заранее терпите это все с добротой вам сказано так еще бы я хотелось такой вопрос поднять эту я быстренько пройдусь я отдыхала вчера слава богу было жарко ничего не делала естественно читала комментарии да у меня в творческой студии некоторые комментарии не под одним видео а в моей творческой студии в моем личном кабинете там где заходишь через пароль в ю тубе да и там где мои доходы мои обзоры идут комментарии что я могу не каждое видео просматривать кто что написал а идут вот комментарии подряд со всех видео потому что мне часто закидывают мы этого комментария не видели но вы не увидите потому что к сожалению сейчас youtube сделал айпи адреса юзер и какие-то циферки идут и только в творческой студии можно увидеть что там марина писала наталья писала анна и так далее да и мои многочисленные светы и и и уже иры добавились ир очень много ины ой в общем девочки всем привет огромный что я хочу сказать значит мы в основном здесь одной возрастной категории да 45 плюс есть молоденькие девочки они мне об этом говорят но они больше ко мне как к маме потому что на маму похоже элементально или внешне девочки мне об этом пишут а так в основном да мы в основном более менее одного возраста есть женщины постарше которые тоже вы мне об этом пишите натэлла я взрослая я старше тебя вот и какие мол твои годы вот допустим мне 60 и я уже вот только начинаю чувствовать старый другая женщина мне пишет наташа мне 66 какие твои годы вот только сейчас то то болит то то болит и я думаю о боже начинаю только задумываться что у меня преклонный возраст так вот я хочу ответить вот этим женщинам которые мне массово пишут смотрите у меня канал называется на т ла канал не называется молодая цветущая женщина также канал не называется но натэлла пропагандирует красоту счастье уход за собой покупки не стесняясь секонд-хенде покупки по акциям на рынках с чего состоит мой влог ежедневный там нет и слова молодая цветущая натэлла так вот мне массово пишут ты не молода ты не молода ты не молода но ухожена да да красиво но не молода значит мои дорогие женщины которые вот такого мнения я принимаю себя такой какой я есть принимаю свой возраст потому что я всегда его озвучиваю вам не стесняясь все вы об этом знаете но что я хочу сказать почему вы разочарованы так в жизни среди вас я знаю море свободных женщин и привилегия женщины с рождения с детского садика когда ей нравится мальчик выбирать женщина всегда стоит перед выбором если она свободна она решает сама для себя то ли ей быть замужем то ли ей быть свободной так вот вот так и я веду себя у меня есть среди кого выбирать даже сейчас такое тяжелое время сейчас намного сложнее потому что да все ребята наши ребята мужчины на военных действиях есть которые с ранениями приходят да с контузиями приходят люди очень хорошие так сейчас такое время да я знакомлюсь хожу на свидание это мое право выбирать и не надо разочароваться так в жизни неужели у вас в вашем окружении или вы не слышите есть сколько таких вот женщин которые свою жизнь устроили только после шестидесяти лет сколько таких случаев а сколько мне пишут женщин сколько мне пишут женщин которые боже мой фу то не надо мне то он мне сто лет не нужен если такое каждый выбирает сам что ему делать как ему делать нателла слишком вы надуманы по поводу свиданий то что я вам их не показываю и никогда не покажу ну как вы представите себе привет скажи здравствуйте моим зрителям многие даже не знают что у меня есть свой канал кстати один узнал и и исчез исчез просто исчез а какие комплименты говорил а а а как просил встречи боже мой боже узнал что у меня есть канал а я суть всю правду матку понимаете о мужчинах все что думаю а от чего я должна пускай я принимаю такую какая я есть я же не грязная какая-то какая-то там не знаю какая-то засранка вот да за своим мнением женщина сколько таких женщин которые мне пишут наташа нателла и такого не надо я сама сама достаточно сама живу тихо и спокойно есть такой пожалуйста живите у меня организация не такая я не хочу одинокой старости я всегда это озвучила и вот этот вот посыл который вы посылаете во вселенную и даже мне закидываете все твой поезд ушел и никогда и ни с кем но это же вранье вы сами понимаете если вы не хотите если вы живете вот так вам так нравится не надо свое клише надевать на нателлу в нателлу все хорошо нателлка с камерой не ходит на свидание и по поводу не молода не молода запомните канал нателла я трезво оцениваю себя и свой возраст все мои хорошие всем огромное спасибо кто подписался на мой канал спасибо что поддержали меня со сном что все будет хорошо когда массовый посыл это хорошо кстати я не буду говорить но по поводу сна вчера был первый звоночек первый звоночек моей семье что сон этот приснился не даром это связано с моей доченькой Людмилой все будет хорошо я могу с полной уверенностью сказать что с такой мамой как я у нее у нее будет все хорошо все всем мира всем добра всем счастья всем хороших выходных не знаю увидимся ли всего доброго пока